С незапамятных времен В центре обсерватории стоял плоский, наполненный прозрачной водой сосуд, в котором отражалось звездное небо. Гигантские каменные столбы с отверстиями стояли по периметру обсерватории таким образом, что в определенное время года отражение звезд в сосуде сходилось в изображение созвездий, что позволило древним ученым точно вычислить не только положение звезд на небе, но составить календарь и просчитать цикл вращения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси. Изучая движение звезд, древнеармянские ученые начали отчет времени. Секунды, минуты, дни, месяцы, годы, века. Гнев Божий обрушился на землю. Дождь лился сорок дней и ночей. Вода покрыла всю планету. Сошел Ной с горы Арарат в долину Араратскую и посадил первую виноградную гроздь. Семь старший сын Ноя ушел на восток, Хам средний — на запад. Иофет, младший из сыновей, обосновался в Араратской долине. Иофет, младший из сыновей. Иосифика, дружише вернуть. Иофет, младший из сыновей, и мозга ерпек глухчих онари. Во времена Великого Шелкового Пути Армения соединила Восток и Запад. Через страну шли караваны. Об экспорте армянского вина и коней в Вавилон и Персию в древних рукописях написали Геродот и Страбон, а в трудах Плиния Старшего и арабских историков описывались исключительные качества армянских красок, которые вывозились в Рим и на Восток. Вордан Кармир. Состав и способ изготовления этой краски по сей день считается уникальным. Армянскими коврами восторгался Марко Поло, а спасение римских легионов во время отступления 10 тысяч вошло в учебники всемирной истории. Римский легион отступал через Армению. Армения – большая и благополучная страна, написал Ксенофонд в своем труде об Армении той эпохи. Залогом благополучия Армении была стабильная государственная структура управления, законы которой были записаны в конституции, называвшейся Гахномак. Армянские царские династии сменяли друг друга. Урардские цари передали власть Ирвандуни. Потом наступила эра династии Арташисян, во время правления которой Тигран Великий создал империю Большой Айк, простиравшуюся от моря до моря. Когда апостолы пошли проповедовать Слово Божье, Армения, как мощное государство региона, первой приняла христианство как государственную религию. История гласит, что царь Трдат Третий, который вначале отверг учение Христа, принесенное в Армению Григорием Просветителем, после своего чудесного излечения, поверил в силу Божью. Принятие христианства в 301 году н.э. стало судьбоносным в истории Армении решением. На протяжении веков, раздираемая внешними и внутренними врагами, когда Армения не раз оказывалась перед угрозой потери государственности, религия помогла древнему народу сохранить единство и не исчезнуть с лица земли, как это случилось с другими великими империями той эпохи. Создание письменности было жизненно необходимо народу, на земли и религию которого посягали соседи-язычники. Воссоздав древнеармянские письмена, Месроп Маштоц создал уникальный по своему звуковому составу алфавит из 36 букв, которые обозначали 39 звуков. Маштоц дал буквам также цифровые значения, на основе которых в дальнейшем развивалась армянская наука. Время сложилось в века, века в тысячелетия. На этом пути древний народ на земле своей основывал царство. Династии сменяли друг друга, а культура народа вышла далеко за пределы земель армянских. Пройдя через испытания и навязанные войны, страна эта сегодня известна миру как независимая республика Армения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова